ребята всем привет добро пожаловать на мой канал это the truck driver guy и я решил это видео сделать по-русски на русском языке то есть ребята хочу сразу вам сказать почему я прекратил делать видео на русском языке номер один скажем так комментарии конечно просто шокирующие американцы такого вообще не пишут то есть даже не знаю как можно там разные такие писать эти но может даже будет это одно из моих последних видео на русском языке если вы только говорите по-русски и не хотите учить английский язык я думаю можете сразу отписываться от моего канала потому что скорее всего что это будет мое последнее видео но именно на русском языке но я хотел бы сказать в этом видео как можно зарабатывать и на каких моментах можно зарабатывать в траковой индустрии я сделал очень как бы большой высор очень за этот research анализ очень много я сделал разных я думал об этом скажем так я много лет я много лет уже в траковой индустрии я знаю очень много моментов на которых можно зарабатывать деньги так как многие сейчас приезжают в америку и люди хотят знать как можно зарабатывать деньги я вам скажу я с вами поделюсь этими секретами конечно со мной этим никто никогда не делился и многие только желают чтобы особенно не только скажем так о типа я пошел по такой тяжелой дороге и ты тоже иди но я вам скажу так я для вас расскажу многие моменты из траковой индустрии которые мягко сказать сделают вашу жизнь легче хорошо ребята поехали номер один скажем так это будет не только именно не только траки это будет также и логистика это может даже быть вообще любое любой транспорт номер один ребята как вы можете зарабатывать деньги если у вас вообще только вы приехали в америку и вам нужна любая работа просто идете и зарабатываете деньги на на бакс шакс короче такие пак пак шакс или возите машины там просто нужен обычный обычные обычные права обратно вы конечно не можете возить там много машин а там нужно обычные права и все вы можете работать многие так и делают когда вы получаете cdl то есть коммерциал драйвер лайсенс это уже вы можете большими машинами заниматься то есть типа большие машины ездить на больших машинах big truck semi truck хорошо ребята номер один конечно всегда траковым компаниям нужны драйверы водители автора то есть как бы владельцы траков то есть все что связано с людьми чем больше людей в компании само собой адекватных тем это лучше для компании потом что вы еще можете делать вы можете открыть insurance то есть страховочный бизнес по страхованию траков это тоже то есть факс это фуры я не знаю как там по-русски вроде бы фуры так что до фуры можете делать insurance для фур регистрации можете делать там можете делать таксы для для тоже для дальнобойщиков ну короче все бумажные работы вы можете делать дальше вы можете даже сами стать owner оператором и работать то есть чуть про owner операторов owner оператор минимум зарабатывает два раза максимум в пять может даже иногда в десять раз больше чем обычные компании driver обычные водитель компании почему это говорю потому что бывают разные моменты разной ситуации и если все взять если если посчитать кидалово если посчитать сколько нервов ты сжигаешь издевательства многие компании просто издеваются над водителями просто вау если это все аккумулировать то может даже и в десять раз именно owner оператор зарабатывает больше если все посчитать если посчитать только деньги то минимум минимум я так скажу два от двух до четырех раз может иногда даже до пяти смотря как платится обратно если у вас своя компания то конечно там вообще другие деньги и во первых вас никто не обманывает потому что я не знаю или все но очень много компаний они просто но не доплачивают вам ну как бы например они говорят мы будем у тебя брать 10-15 процентов с груза некоторые 20-25 город не скажем 15-20 процентов мало того что они берут 15-20 процентов они вам еще не доплачивают сбросов понимаете это я обратно я не знаю или это делают все но я не знаю может быть какая-то компания это не делает и пусть бог их благословит но многие я просто даже лично встречался лично у меня это было владелец компании сидит конечно не буду говорить что за компания такое потому что это делают грубо говоря наверное поголовно обратно я очень надеюсь что есть компании кто-то не делает например за 1000 миль реально 1000 миль я лично слышал разговор с брокером 1000 может 1200 миль платили около 10 10 с половиной тысяч долларов само собой само собой он водителю дает за 6 500 вы скажете слушай 6 500 это тоже крутые бабки ребята я не говорю что это не крутые бабки просто сама суть конечно они делают хитрые контракты они делают там типа бери что дают не нравится не бери типа такого но обратно ребята конечно если у вас своя компания вы будете однозначно зарабатывать больше чем даже он оператор чем владелец своего грузовика работая на кого-то плюс я вообще замалчиваю то что вам буду давать всегда если еще в компании есть свои траки буду давать себя самые левые грузы может не всегда но скажем так не не самое лучшее хорошо ребят поехали дальше на чем еще можно зарабатывать деньги конечно на поломках вы можете быть механиком обратно траковая индустрия очень большая и вы можете быть механиком и там чинить траки это тоже на этом тоже можно зарабатывать очень хорошие деньги так что как бы тоже об этом подумайте это очень тоже очень классная вещь что вы еще можете делать вы можете стать водителем которые именно ездить на то ну типа товарит машины как это короче я не знаю как товаринг по-русски вообще я извиняюсь да но вы можете когда например не дай бог что-то случается с траком вы можете работать также на товаринге то есть как бы и это в основном работа локальная в основном можете регионально работать также что вы еще можете делать вы можете на товаринге работать на маленькие машины это тоже вы можете делать и вы всегда будете дома то есть как бы это тоже такая работа более-менее нормальная знаете так Так что, как бы, такое, обратно, ребята, любые вопросы, нормальные, адекватные люди, я прошу, если какие-то неадекватные вопросы, можете даже не тратить время, я просто их не буду опробовать и все. И, как бы, даже не тратьте время свое, там, писать разные гадости, ну, потому что я сделал одно видео, но там больше миллиона просмотров набрало, там столько было грязи, что просто жесть, просто вау. И, если вы даже, я еще раз говорю, если вы что-то будете писать, какой-то неадекват, какая-то гадость, какая-то грязь, просто буду, скорее всего, не то, чтобы блокировать, эти комментарии даже я не буду пропускать, а второе, будут просто те люди блокировать и все, и вы больше мой канал никогда не увидите. Да, так что, вот, Товинг, дальше, ребята, Толы, Толы, платные дороги, тоже платные дороги, на этом тоже, как бы, государство зарабатывает деньги и есть разные, например, например, скажем, есть такие компании, которые, как, например, Изи Пасс, например, есть Изи Пасс Элит называется, Изи Пасс Элит. Вот, этот пасс вам, как бы, очень много времени экономит на этих Толах, и вы тоже, на этом тоже можете зарабатывать деньги, потому что там какие-то все равно даются скидки и время, нервы, там эти реситы, там пачки реситов в некоторой компании просто обратно над своими водителями. Я не знаю, что они этим пытаются достичь, но там эти реситы, там мешок этих реситов, просто. Дальше, ребята, вы можете, вы можете продавать траки, то есть, как бы, вы можете продавать большие фуры и на этом тоже зарабатывать деньги. Это тоже классный очень бизнес. Еще что вы можете делать. Вы можете помогать людям, трак-драйверам. Это тоже, это, я реально сам за это платил деньги, до сих пор плачу. И, скажем так, мое такое понятие в этом, что если ты хочешь быть здоровым, конечно, за все нужно платить. Так что, как бы, тут такое дело. И да, это, и вам тоже рекомендую за свое здоровье, за улучшение своего здоровья однозначно платить и улучшать свое здоровье. Это однозначно, это даже без никаких этих вопросов. Дальше. Кстати, ребята, если у вас есть желание, под видео там есть такое сердечко, типа, благодарность, обратно. Я ничего там, вы, никто ничего никому не должен. Если у вас есть желание, вы можете на то сердечко нажать. Там есть, там, типа, такая функция, чтобы поддерживать людей, кто создает видео. Если у вас есть желание меня поддержать, под видео есть сердечко, находите то сердечко, это, типа, thank you называется, такое сердечко, thank you heart. Нажимаете, можете там от 1.99, вроде бы, до 50 долларов сделать, как, благодарность, типа, благодарность. Но, обратно, никто ничего никому не должен. Я просто говорю, что у вас есть такая функция, обратно. Все негативные комментарии, ребята, даже не старайтесь. И еще раз, если вам чем-то не нравится мой канал, просто отписывайтесь и все, до свидания. Никто вас не держит здесь. Как бы, прямо говорю, никто не держит. И мне не надо эти все комментарии, все эти, там, злые, там, какие-то, там, люди, там, просто пишут такой. Я не знаю, вот у меня тысячи, ты больше тысячи видео. Ни на одном американском видео мне не писали даже одного, ну, я не знаю, даже одного процента этой грязи, что мне писали на русских видео. Просто, просто, это просто ужас. И обратно, это не только для меня, там, другие каналы тоже. Окей, ребята, поехали дальше. Дальше, что вы еще можете делать? Вы можете быть, сдавать в лист траки и трейлеры. На этом тоже можно хорошо зарабатывать, потому что многие люди, они что делают, скажем так, они не хотят быть авнорами, они просто хотят в лист, например, на пару месяцев. Это тоже можно делать, это без проблем. Дальше, ребята, что вы еще можете делать? Вы можете заниматься кредитами по тракам и трейлерам. То есть, как бы, кредитование, не просто кредитование, которое делают банки. Некоторые компании, это, ну, это официально то, что делается в Америке, они делают финансирование, типа, как свое финансирование. И также, если у вас там нету кредитной истории или плохая кредитная история или что-то еще, вы можете спросить, или у них есть личное финансирование, которое они делают. И, конечно, само собой, само собой, скажем так, это тоже у многих есть available. Да, там чуть будете больше платить, но лучше, чем просто работать на компанию и все деньги отдавать компании. Конечно, лучше открыть свою компанию, и даже если вы платите на пару процентов больше, вы платите на пару процентов больше, но, извините меня, вы зарабатываете в разы больше. То есть, там эти пару процентов, плюс в конце года вы их списываете на налоги. Ну, как бы, фишка. Да, поехали дальше, ребята. Что вы еще можете делать? Вы можете также заниматься, продвигать лоуборды, траковые компании, как бы, именно компании, которые связаны с, как бы, именно технологиями логистики. Это, кстати, я также это делаю, например, у меня тоже есть хорошие друзья, которые в некоторых, именно, именно software companies находятся. И у них свои, например, продукты, которые они предлагают для, именно, дальнобойщиков. И дальнобойщики их используют, и они очень довольны. Вы это также можете делать, даже можете свою компанию открыть, там, свою аппликацию, телефонное предложение, веб-сайт, там, все что угодно. Можете даже со мной связаться. Если у вас есть желание, я могу даже вам помогать продвигать ваш продукт. Почему нет? Я только за, обратно, со всеми адекватными людьми я работаю и более чем рад работать. И помогать, чем могу. Это, это, это однозначно, ребята. Окей, поехали дальше. Также вы можете стать диспетчером. Обратно, в диспетчировании есть много разных линеек. Линеек, некоторые диспетчеры работают только с брокерами, некоторые работают с брокерами, с лоубордами. Некоторые, то есть, как бы у многих диспетчеров есть своя стратегия. И вы можете стать диспетчером, например, или даже вы можете стать брокером. Это тоже один из бизнесов, которые тоже хорошие деньги. Вы можете стать брокером и работать, и давать грузы для дальнобойщиков также. Дальше, что вы можете делать, ребята? Факторинг компанией. То есть, что такое факторинг компанией? Это реально, в этом видео вам просто все разжевываю, как, ну, не знаю, как для малых детей. Знаете, когда, например, ребенок там еще сильно кушать не может, там ему дают такую пищу, чтобы он как бы мог кушать. Вот я вам так же сам это делаю. То есть, что такое факторинг компанией? Это как банк, который предоставляет финансирование для, например, у вас траковая компания, вы сделали груз, и брокер вам только будет платить через 30, иногда 60, иногда 90 дней. Что делает факторинг компанией? Факторинг компанией, она вам дает деньги, некоторые даже сразу дают, но они берут там 2, 3, может 5 процентов некоторые. Что вы можете делать? Вы можете работать с этими факторинг компанией, тоже помогать, там, находить траковые компании, чтобы эти факторинг компании вам платили какой-то процент. Или открыть даже свою факторинг компанией, обратно, если у вас есть там какое-то хорошее образование там по финансам, у вас есть финансирование хорошее, то есть у вас есть хорошие деньги. Вы можете также это делать, и там тоже очень хорошие деньги, на этом зарабатываются миллиарды долларов. Так что это очень хороший продукт, который вы можете делать. Также, что вы можете еще делать? Вы можете сотрудничать или сами создавать именно продукцию, которую используют дальнобойщики. Это может быть там масла, там разные запчасти, разная одежда, там можете быть креативные и это делать, знаете. И это очень, почему плюс дальнобойщиков, у дальнобойщиков есть хорошие деньги, то есть они, скажем так, мы чуть больше получаем, чем обычное население. Хотя, если посчитать по часам туда-сюда, конечно, мы на дороге, как бы иногда многие семьи распадаются из-за этого, там, ну, к сожалению, да, это один из огромных минусов этой работы. Но, как бы, потому что мы в этом всегда, мы работаем, и, скажем так, деньги, да, деньги хорошие, поэтому у нас платежная способность больше, чем у обычных людей. Так что думайте и создавайте для нас продукты, чтобы мы покупали, если это надо, если это какие-то классные вещи, то, да, супер, супер. Окей, поехали дальше, ребята. Что вы еще можете делать и как зарабатывать деньги в траковой индустрии? Можете открыть свою мастерскую обратно, где бы вы ни были. Если, например, вы мастер, у вас хорошо работает в этом направлении мозг, и у вас есть сила это делать, вы можете открыть мастерскую. Поверьте, без работы сидеть вы однозначно не будете, это 100%. То есть, как бы, многие, многие профессионалы в этом, они просто, они, у них нету остановки, у них там месяцами забито, у них многие, еще многие мастерские, они нуждаются, они нуждаются именно в этих людях. То есть, как бы, вас даже возьмут на работу, если вы скажете, что вы мастер, поэтому вас вырвут с руками и ногами, как говорится. Да, это обратно. Не в прямом смысле, вы поняли меня, это такая, как это, вас, как говорится, возьмут и скажут, да, ты мне нужен. И этих мастерских по всей Америке очень много, и им, многим нужны такие мастера. Так что, ребята, это вам тоже такое, как, чтобы вы насчет этого подумали. Вы также можете выучиться там некоторое время, там немного, можете выучиться, даже некоторые вас сами будут учить, чтобы потом вы на них, ну, вместе с ними работали. Само собой, они будут вам и за учебу платить, и все такое, просто вам нужно позвонить, сказать, я хочу быть мастером по тракам, помогите. И многие, многие в этом тоже. То есть, если вам нужна работа, и вы хотите быть дома, чтобы не оставлять семью, там, на неделю, на две, на три, там, чтобы потом не было проблем семье, можете это тоже делать. Вот, еще что вы можете делать, очень-очень классная вещь, которая очень сильно работает именно в траковой индустрии. Вы можете работать как механиком по звонку обратно. Там, конечно, деньги хорошие, там, может, даже деньги лучше, чем где-либо. Ну, образно говоря, там очень хорошо можно зарабатывать, но там, как бы, такой минус, что могут звонить в любое время, днем, ночью, 24 часа в сутки, например, человек поломался, там, где-то застрял в снегу, где-то там у него остановился трак или еще что-то там, и нужно срочно. То есть, многие компании, они не жалеют деньги на это. То есть, как бы, у меня лично была ситуация, трак сломался, не было там каких-то трубочек, там, пару трубочек нужно было, мелочи какие-то, и около трех тысяч долларов обратно. Вы скажете, о, что ты сам не залез под трак, что ты это не сделал. Ребят, вам правду скажу, я реально не механик. Короче, не моя тема, я не разбираю там моторы, не моя тема, я не механик. То есть, как бы, да, вы скажете, там, тебе надо там было самому сделать, там, ребята, я не механик обратно. Там, эти, должны были быть специальные парцы, его там мы заказывали с Вольвы, там, около недели ждали, это было, короче. Но, за эти пару трубочек, там, считай, около трех тысяч долларов взяли, понимаете? То есть, как бы, чтобы вы понимали, что эти ребята зарабатывают серьезные деньги, они зарабатывают за все. Они выехали, они выезжают с дома, он уже ставит часы, что они пошли работать. То есть, он может заехать в Макдональдс, поесть и приехать, с вами час поговорить. Потом что-то там залезть под низ, что-то поделать. Потом обратно куда-то, и компания за это все платит. Да, многим компаниям это не нравится, но, какова жизнь, и многие компании на этом тоже теряют большие деньги. Ну, как теряют? Это, как бы, считается расходы бизнеса, но это вы тоже можете делать, и на этом тоже можете хорошо зарабатывать. Ребята, идем дальше. Обратно, если какие-то у вас есть идеи, вы можете всегда контактировать меня. У меня есть инстаграм, ребята, инстаграм просто, у меня есть внизу ссылка моего инстаграма. Просто заходите на мой инстаграм, любые вопросы, какие у вас есть по логистике, пишите обратно. Всем адекватным людям по мере моей не заняты. Конечно, если напишет 10 тысяч человек или там 20 тысяч человек, я не буду просто в состоянии всем ответить. Но, если у вас есть желание, пишите. Пишите, ребята. Окей, поехали дальше. Что можно еще делать? А, что вы еще можете делать? Ребята, обратно, чтобы вы просто понимали. У меня, я просто писал, я потратил не один месяц на изучение, даже не один год. Я в трековой индустрии уже более 10 лет. Я эту информацию вам говорю, как сказать, я просто, если бы мне кто-то сказал эту информацию, когда я только стал дальнобойщиком, это просто была бы милость Божия. К сожалению, я этот путь прошел, скажем так, не самое легко. Ну, конечно, и не самое тяжело, но и не самое легко. Но для вас это видео, это просто милость Божия. Мне все равно, вы верите в Бога, не верите. Меня это вообще не волнует. Это просто милость Божия на вашу жизнь. И просто встаньте на колени и помолитесь, и поблагодарите за это Бога. Просто, просто это... Такой информации, мягко сказать, вы нигде не найдете. Именно такого видео, именно такого детального видео, если где-то такое видео есть, скиньте мне. Но я лично не нашел. Там говорят, да, там какие-то там... Там... Просто, как вы говорите, льют воду. Ну, обратно, ребята. Это, кстати, я от вас научился. Льет воду. Человек им рассказывает, помогает. Ты льешь много воды. Ребята, меняем мышление. Спасибо, Демьянчик. Пусть Господь тебя благословит. Спасибо. Вот. Льешь воду. Это все, это можете говорить там где-то кому-то другому. Поехали дальше, ребята. Что вы можете делать? Вы можете помогать людям. Это тоже, кстати, делают... Есть такие компании, которые помогают людям при получении штрафов. То есть, если человек получает штраф, вы можете быть как ассистентом, чтобы тем людям помогать. То есть, это тоже очень классная индустрия. Там тоже очень большие деньги крутятся. Потому что постоянно дальнобойщикам за что-то делают штрафы, где-то какие-то моменты. И что, как бы, мы делаем? Мы звоним адвокату или находим адвокатов, которые могут нам помочь. То есть, как бы, вы можете быть людьми, которые помогают это делать. Это, кстати, тоже очень крутой бизнес. Вы можете быть дома или вообще где угодно и тоже этим заниматься. Еще одна рекомендация. Если вы дальнобойщик или просто обычный водитель, я очень вам рекомендовал бы, если, не дай бог, вы получаете штраф, не платить его просто сразу. Нет, никогда этого не делайте. Как только вы это делаете, вам идет на вашу историю, короче, негативная история. И все, у вас будет выше иншуринс, короче, всякие проблемы. Нанимаете адвоката, да, заплатили 500 баксов, штуку баксов. Адвокат делает все возможное и невозможное. Иногда, да, адвокатом не получается. У меня, слава богу, слава тебе господи, просто бог меня миловал и у меня всегда были классные результаты. То есть, у меня даже один раз была такая ситуация. Я ехал, гололед был. И, короче, застрял в одном месте. Реально, застрял в одном месте. И приехало много полиции туда. И говорят, ты не бойся, ты не бойся, поворачивай налево. Я вышел и говорю, ребята, сейчас гололед, все во льду. А там стоял, типа, такой, fire hydrant. Короче, знаете, куда пожарники приезжают, такая штука стоит. Туда, когда они, типа, водные, водные, такая, водная такая штука. Да, короче, я им говорю, я им говорю, ребята, если я поверну налево, я 99% задену эту штуку. Нет, ты не заденешься, нормально поворачивай. И что вы думаете? Ну, повернул я. Короче, я повернул. И задел ту штуку. И задел ту штуку. Там, короче, было столько воды. Приехали пожарные. Там просто... Ну, что мне полицейского сказали? Ну, парень, ты знаешь, в нашем штате это считается фелони. Реально, фелони. Даже не мистемитер, а фелони. Я говорю, ребят, вы мне сами... А, нам неинтересно. Вот тебе... Вот тебе этот билет... Тикет. Вот тебе билет. Разбирайся. Я, конечно, взял адвоката. Я ему, да, заплатил вроде штучку баксов, но там был дедушка. Просто, просто... Просто... Я тому дедуля до сих пор благодарен и буду всю жизнь благодарен. Короче, у дедушки... Я даже не знал, что в некоторых штатах в пятницу... А, еще в Америке такой закон, если судья не приходит... Если... Не то, что... Не то, что судья. Если не приходит полицейский в корт, то сразу штраф. Все. Как бы выпрощены. И, короче, дедушка там ходил на эти суды, они там приходили. И я даже не знал, что такое есть. В некоторых штатах суды есть в пятницу. Представляете, в пятницу. В семь часов вечера. Я у этого дедушки спрашиваю. Я говорю... Вы так поздно идете в пятницу в семь часов вечера? Он говорит, да, в нашем штате... В нашем штате есть даже и в семь часов вечера. То есть там у некоторых до восьми, до девяти вроде бы вечера они работают. И что вы думаете? Не судья пришел. Не полицейский не пришел. Вообще. Даже... То есть тикет был автоматически десмист. И мне дедушка говорит, ты прощен? Вау. Как я тогда благодарил Бога? Это просто милость Божия надо мной. Да, так что, ребят, ну конечно, конечно, я очень понервничал. Но обратно, если бы у меня не было адвоката, я заплатил. Все, у меня была бы там плохая история. И там, ну это уже все, куча проблем. И третье, и десятое. Хорошо, ребята, поехали дальше. Вот вам рассказал такую историю, как бы... Конечно, я тогда много молился, переживал. Это однозначно. Но рассказал вам эту историю. Ребята, поехали дальше. Что можно еще делать? Как зарабатывать деньги в траковой индустрии? Именно в логистике. Как вы можете зарабатывать деньги? Конечно, легальный план, как я вам сказал, у вас должен быть. Это однозначно. Это сто процентов. Еще очень важная вещь. У вас должна быть хорошая кредитная история. То есть, старайтесь, чтобы у вас было как можно лучше кредитная история. Это тоже очень-очень большая роль. Конечно, иногда у меня тоже были свои моменты взлеты и падения. Но обратно. Это Америка бывает разная. Что вы еще можете делать? Как я уже говорил, само собой, открыть свою траковую компанию, потому что однозначно будет лучше. Это сто процентов. Конечно, если у вас будут... Если вы будете открывать свою траковую компанию, у вас будет команда, это еще лучше. То есть, как вы знаете, мое любимое слово «команда». Я и до сих пор придерживаюсь этого принципа, что вместе лучше. Я очень много ненависти получил, комментарии просто сумасшедшие были. Но команда – это благословение, это милость Божия. Хорошая команда – это милость Божия. Если у вас есть хорошая команда, благодарите Господа день и ночь. Поехали дальше. Что вы можете делать? Вы можете... Ребята, зачем, зачем далеко ходить? Как вы можете зарабатывать деньги? Обратно. Это, конечно, не будут такие деньги, как логистика. Обратно. У некоторых даже больше. Но в основном, я сразу скажу, например, особенно когда делаешь видео на русском языке, там вообще почти ничего не платят. Просто какие-то копейки. Например, американская за миллион просмотров платят 8, иногда 10, иногда 15 тысяч. Некоторые даже 25 тысяч платят. За миллион просмотров русская – 200 баксов, грубо говоря. Может, 100 баксов. Ну, ребят, вы же сами понимаете. Это как бы ты делаешь русское видео, ты стараешься, ты людям рассказываешь, а потом тебя еще там обливают грязью разные комментарии. То есть, мало того, что эти видео ничего не платят, почти там какие-то мизерные копейки. Вообще там вообще просто сумасшедшие копейки. Плюс еще на тебя льют такую грязь, что ты думаешь, да зачем мне это надо за 100 лет вообще. Просто обратно. Почему я это делаю в видео, чтобы хоть если даже из этого видео даже одному человеку оно поможет, конечно, я буду очень благодарен Богу. И еще я вам скажу. Есть и хорошие истории. Мне тоже много наших, благодарных людей было. Даже встречались. Они говорили, ты реально нашу жизнь просто спас. Реально. Мы сидели, муж и жена подходят ко мне, говорят, мы сидели просто без денег. Вообще ноль. Мы когда посмотрели твое видео, мы получили мотивацию. Ты нас замотивировал. И после этого, после этого мы начали, мы начали работать. Мы открыли свою компанию. Мы у нас типа свои траки. Просто это я, я рад. И да, ко мне люди тоже подходили. Неоднократно подходили, благодарили. Это, конечно, тоже огромный плюс. Спасибо, ребята. Если у вас есть обратная благодарность, если обратно, вы посмотрите это видео. Сделайте так, как я вам говорю. Послушайтесь меня. У вас будет благословение. Благословляйте тоже других людей. Не проклинайте, а благословляйте других людей. И за все благодарите Господа. Поехали дальше, ребята. Что вы еще можете делать? Ребята, вы можете, как я и сказал, открыть свое агентство по рекламе. В траковой индустрии куча. Если, например, вы дизайнер. Вы дизайнер, вы хороший дизайнер. Делайте вебсайды для траковых компаний. Какие-то лого, бизнес-карточки. Все, что можно делать. Там плакаты. Какие-то блокнотики. Какие-то книжки. Какие-то там... Куча-куча материала. То есть, если вы график-дизайнер. Или какой-то, скажем, человек, который... Который в этом... Вы можете просто там... Там просто днище. Вы понимаете, что траковая индустрия, у траковых компаний... У них нет проблем заплатить дизайнеру 500 баксов. Или штуку баксов. За хорошее видео. Для траковой компании заплатить дизайнеру штуку баксов... Это... Ну, я не знаю даже. Это не то, что... Ну, это... Просто смешно. Поехали дальше, ребят. Да, как я сказал. Можете журналы делать, разные магазины. Именно... Именно magazines. Это... Это типа для траковых компаний, траковой индустрии. Вообще, in general. Или даже можете делать YouTube канал, как я. Почему нет? Ребят, YouTube открыт для всех. Можете делать YouTube канал. Вау! Сколько я вам уже информации говорю. Это просто... Если... Просто... Я еще раз повторяю, ребята. Если хотя бы у вас есть один грамм благодарности, просто напишите позитивный коммент. То есть, Демьянчик, спасибо. Пускай, да, я не ангел. Пускай вы там найдете, может, скажете, слушай, у тебя там какой-то жир там. Ты как... Потому что, ребята, я сто процентов уверен, что негатива вы можете найти просто тонну. Просто ведро. Просто огромную ванну. Просто океан негатива. Ребята, я... Поверьте, вы мне уже показали, как вы это умеете делать. Но... Если у вас есть хотя бы немного благодарности за то, что я трачу свое время, знания, опыт, просто вам показываю, рассказываю все бесплатно вообще. Ребята, просто хотя бы напишите позитивный комментарий. Обратно. It's up to you, guys. Дальше, ребят, поехали. Что вы еще можете делать? Очень-очень-очень важная вещь. Очень-очень важная вещь. Вы можете быть теми... Это тоже, кстати, очень-очень... В трактовой индустрии развито, но об этом никто не говорит, потому что это как бы внутренние дела, которые даже обычные люди не знают. Вы можете также быть такими людьми, которые следят за CSA-скор компанией. То есть CSA-скор. Разные там, разные, скажем, такие моменты, как бы, чтобы улучшать внутри... Как знаете, как у нас в теле органы. Так же самое и в траковых компаниях есть органы, которые разные... Вы можете улучшать некоторые моменты, что потом траковым компаниям будут давать лучшие грузы, лучшие брокеры у них будут. То есть чем лучше компания, тем у нее, само собой, лучшие результаты и лучшие грузы им будут давать дороже. И это будет всем хорошо. И овнеры, и владельцы траков вам будут... Как бы обратно, адекватные. Конечно, много есть таких, которые всегда будут троптать, и которым все не нравится. Грузы платят 10 долларов за милию, не нравятся. 2 доллара за милию, не нравятся. 7 долларов за милию, не нравятся. Ничего не нравится. Я говорю про адекватных людей. Адекватные люди вам будут благодарны. Некоторые, может, будут дарить подарки и все такое. То есть, как бы, обратно, ребята. Это очень классная вещь, что вы можете делать для компаний. Помогать компаниям иметь лучшие... Лучшие... Лучшие CSA-скор. Дальше, ребята. Поехали дальше. Что вы еще можете делать? Ребят, вы можете иметь свою траковую школу. Помогать людям сдавать на траки. Понимаете? Вы можете также открыть свою траковую школу. Обратно. Плюс в этого, то, что вы будете дома. Это огромный плюс. То, что вы будете дома. И еще, еще какой огромный плюс. Это то, что обратно тоже. Вы можете помогать многим людям. Мне очень... Даже... Почему я даже это видео делал? Почему я начал YouTube-канал? Чтобы помогать людям. Не чтобы зарабатывать на людях. Не чтобы... Нет, ребята. Чтобы помогать людям. Конечно. Потом, да. Мне начал YouTube платить. И разные компании. И все такое. Ну, это как бы уже... Я не думал даже об этом. Когда я открывал YouTube, я хотел и до сих пор это... У меня желание просто помогать людям. Обратно, ребята. Эту информацию, которую я вам говорю, нигде вы ни на каком канале не найдете. Нигде. Вообще. То есть, чтобы в одном видео человек просто рассказал вам, вот, всю свою жизнь. Просто. Грубо говоря, как многие говорят, незнакомым людям рассказал всю свою жизнь. Все свои знания. Все свои... Как его называют? Все, что выучил за больше, чем 10 лет, вы нигде не найдете этого. Будут смеяться, там, унижать, обзывать. Говорить, что у тебя ничего не получится. Все, что угодно, но не это. Но не это. Будут, да, могут там 2 часа говорить про как он там делает мотор, как он там ковыряется в масле, будет там весь грязный, там, без проблем. Но именно так разложить по полочкам нигде вы не найдете. Нигде. Ни на английском, ни на русском, ни на китайском, ни на каком. Что сейчас многие делают? Обратно, я тоже понимаю. Открывают, типа, YouTube-каналы, траковые компании и просто приглашают к себе водителей. О, идите, идите, идите. Ребята, ну, чтобы так все рассказать по полочкам, никто вам не расскажет. Запомните это. Не найдете вы ни одного такого видео. Если найдете, скиньте. Но я вам 99,9% говорю за всю свою жизнь, сколько я живу на этой планете, ни разу я не нашел такого детального видео. Что вы еще можете делать, ребята? Очень классная вещь, кстати. Вы можете работать с... Как бы, смотрите, как работает дизель. Обратно. Это такая информация, которая многие не нравится, многим не нравится, что я это говорю. Но, ребята, нравится, не нравится, это поможет многим людям. Когда вы владелец рака, вы можете... Многие компании не предоставляют, не предоставляют скидку на солярку. Многие автора даже не знают, что есть скидка на солярку. О, типа, что за скидка? Или они говорят, о, я тебе говорю, там, 20 центов с галлона. Ребята, есть компании, которые дают намного больше. Есть компании, которые, например, я серьезно вам говорю, есть компании, которые дают 30, 40, 50, 70, даже доллар. Обратно, это зависит от локации и все такое. То есть, если вы работаете на компанию, которая вам не дает дискаунт на солярку, я так скажу, продумайте еще раз то, что вы делаете, потому что только на этом вы можете экономить. Может, до 10, смотря, как вы работаете. Если вы работаете еще в команде, то это может быть 10, 15, может, даже 20 тысяч долларов экономии на солярке в год. За 10 лет это 200 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, 80 тысяч долларов, какая разница. Но это сумасшедшие деньги. Многие компании, к сожалению, этого не дают для своих владельцев, ну, они, типа, говорят, это еще наш такой заработок. Ребят, обратно. Я никого не сужу, но для себя лично я решил, что я буду работать на компанию, которая будет мне давать максимальную скидку на солярку. Все. И, как бы, если... Потому что многие еще компании как делают? Говорят, о, ты не можешь, ты должен нашу карточку использовать, знаешь. Типа, ты на них работаешь как владелец трака, ты уже, ты не их рабочий. Ты просто как идешь как индепендент контрактор. То есть, они не могут тебе приказывать, ты должен то делать или то. Ну, конечно, если они сделают контракт, ты, типа, в контракт тебя в цепи, там, закрутят, то могут делать, но, вау. Ну, это, конечно, да. Имейте мудрость в этом. Короче, так вам скажу. Дальше, ребята. Еще многие компании, еще вам такую рекомендацию дам, чтобы вы тоже остерегались. Если там компании, у компании огромный список всяких, за то, что, там, повернул голову влево 250 долларов, вправо 500 долларов, не там, где-то остановился 500 долларов, там 500 долларов. То есть, многие компании еще что делают, обратно, это тоже они на этом зарабатывают деньги, но они, как бы, грубо говоря, таким образом, обратно, вы подписываете контракт, типа, все легально, в кавычках, таким образом, скажем, выжимают деньги у водителя. И это очень много компаний, к сожалению, делает. Будьте осторожны и остерегайтесь таких компаний. Просто, как бы, такая маленькая рекомендация вам. Старайтесь остерегаться таких компаний. Просто для вас будет лучше. Поехали дальше, ребята. Что еще? Что еще я хотел бы вам порекомендовать, что тоже вам бы, что тоже вам заработает хорошие деньги? Я сейчас скажу эту мысль, я сейчас скажу эту мысль и объясню вам, почему это вам заработает деньги. Многие компании говорят, слушай, переписывай книжку, переписывай локбук, давай, у нас электронный локбук, мы все знаем, как делать, мы все красивенько сделаем, ты не переживай. Да, сегодня ты пролетел, завтра ты пролетел. Но в Америке, ребят, просто открываем вам глаза, в Америке везде стоят камеры. Там им вообще все равно, что ты там в той книжке пишешь. Им вообще все равно. Они по камерам забивают твой номер и видят, где ты был, в какое время ты был. У них есть фотография твоего лица, фотография твоего траха. Ребята, вы попадаетесь так один раз, мягко сказать, у вас такие проблемы будут, что у вас забирают драйвелайсенс, ну, 50 на 50, могут забрать, могут нет, в зависимости от штата. Номер два, это во многих штатах криминал, вообще считается криминал, понимаете, криминал. Номер три, вам просто компания скажет, ты знаешь, братуха, ты мне больше не нужен, потому что мой иншуринс сказал за тебя платить не 700 долларов в месяц, а 3500 долларов в месяц. Ты знаешь, из-за тебя, у меня иншуринс поднимают, ты, наверное, иди, короче, гуляй отсюда и ищи, короче, дурачка, кто будет тебя брать и переплачивать за твой иншуринс. Второй раз вы получаете, у вас, мягко сказать, про трак вы забываете. То есть, что это значится, что когда вы теряете работу, вы теряете все эти доходы, там у вас, например, на три года заберут провалили, на два и даже на один. Мало того, что вы теряете свой доход, мало того, что вы теряете свой доход, вы еще после этого не устроитесь или будете работать на самых худших условиях еще, может, года три или пять, пока это у вас не сойдет с вашей историей, понимаете? То есть, если вам кто-то говорит переписывать книжку, ребята, это худшее, что вы просто можете сделать для себя и своей семьи. То есть, если ты там один, если ты там один и у тебя там, как говорится, наплевать там, поехал обратно или там поехал в Мексику или куда угодно, это одно. Если у вас семья и у вас там дети и вы занимаетесь такими вещами, обратно. Многим наплевать на вас, на вашу семью, им просто наплевать. Они выжимают все из вас, все, что можно. Им вообще наплевать на вашу жизнь, на вашу семью, на ваше здоровье. Просто наплевать. Но я вас предупредил, лично я вас предупредил и всем сказал, что если вы будете переписывать электронные локбуки, вам будут говорить, мы все сделаем красиво, мы все сделаем чисто. Никто не заметит, ребята. Просто да упасет вас Бог просто это делать. Просто вау. Лучше, вот что я скажу, рекомендация. Лучше ездите с другом в команде, чтобы был с вами человек. Он едет, вы едете, все легально, все красиво. Никто ничего вам не скажет. Команда, все, мы ездим в команде. Ты едешь 11 часов или 10 часов, он едет 10 часов или 11 часов. Как вы там уже разберетесь? Все, вы больше отдыхаете, вы себя не убиваете. У вас там нету вот этих вот сумасшедших там аварий и все такое. Ребята, просто это мой вам совет, как вы можете в этом бизнесе зарабатывать больше. И просто, не просто зарабатывать больше, а в этой ситуации вообще зарабатывать. Потому что, если у вас, например, скажем так, если вас ловят в штате, где это считается криминал, вас могут вообще посадить в тюрьму. Понимаете? Потому что государство смотрит на это так. Парень, у тебя не все в порядке с головой. Ты, когда это, едешь больше, чем положено, обратно, еще один момент. Если вы едете больше, чем положено, не дай бог какая-то авария или какое-то происшествие, просто не дай бог. Просто кто-то вас ударит. Вообще не ваша вина. Ребята, вас закроют настолько, что вы просто будете шокированы. Вы будете всю жизнь винить тех людей, кто вас на это толкнули. Поэтому я вам говорю, не нарушайте закон. Не нарушайте закон. Поехали дальше. Что вы можете еще делать? Тоже очень классная вещь. Вы можете делать еду, именно вкусную еду, полезную еду для дальнобойщиков. Потому что немного есть дальнобойщиков, которым жены готовят. Скажем так, очень мало. Потому что вы можете просто заехать на тракстап и там посмотреть. Там просто вау. Там ребята по 400, по 500, по 200, по 300, может по 400 килограмм. Очень и очень. Да, да. Даже я встретил одного. Он был что-то 700 с чем-то паундов. Парень такой. Шокирующая история. То есть, как бы, что вы можете делать? Помогать для них также кушать. Как бы, и готовить им еду. Это тоже очень классная вещь. Именно, именно вот этот маркет, который для дальнобойщиков. Маркет дальнобойщиков, он очень, он очень позитивный. Потому что у дальнобойщиков есть деньги. У нас есть деньги тратить там, покупать икру, разные деликатесы и все такое. То есть, это огромный плюс. И я вам тоже рекомендую, если вы хотите зарабатывать деньги с траковой индустрии, это тоже делать. Это очень классная вещь, что вы можете делать. Дальше, ребята, ну, конечно, вы это тоже можете делать. Вы можете открыть свое радио-шоу. Потому что многие дальнобойщики, они слушают радио. Тоже на этом тоже зарабатывают. Там рекламодатели и все такое. Это тоже классная вещь, между прочим. Что вы еще можете делать, ребята? Вы можете помогать, помогать траковым компаниям, находить водителей, находить, помогать водителям, находить правильные траковые компании. Вы можете это тоже делать. Это тоже такой бизнес, который будет всегда и всем хватит. Если у вас будет там 200 или 500 водителей, которые вы будете помогать им. И они будут вам благодарны. И траковые компании вам будут за это платить какие-то там бонусы. Некоторые 100, 300 долларов, 500, у кого как, знаете Поверьте, этого хватит всем, даже если тысячу человек это будет делать Даже 10 тысяч, всегда это будет работать для всех Так что в этом даже не сомневайтесь Ну, конечно, диспетчером вы можете быть, это однозначно Как я уже и сказал, вы можете иметь свой принтинг Делать как пресс, пресс, принтинг пресс Создавать газеты, журналы Что вы еще можете делать, ребята? Очень-очень интересная вещь, что вы можете делать Тоже на этом зарабатываются миллиарды долларов в Америке, в траковой индустрии Вы можете иметь свои склады То есть, что такое склады? Это как они работают Вы открываете свой склад и, например, скажем, у вас есть продукция каких-то компаний К вам приезжают траки, забирают эту продукцию Ну, там уже вы смотрите, как бы Смотрите, еще такой момент скажу Очень такой тонкий, который немногие знают Скажем, многие корпорации, такие как Амазон, там Шепифай Вот такие вот большие-большие сайты Что они делают Что они делают? Это очень такая тонкая информация, которую очень мало кто знает Они имеют свои тоже вот эти склады И когда они эти склады имеют, чтобы хранить продукцию вашу на этих складах Это очень дорого То есть, что люди делают? Люди находят намного дешевле склады Потому что у них там очень много продукции Они хранят там А просто Амазон пополняют по чуть-чуть Понимаете? Там Амазон, там Амазон, Шепифай Они Ибэй по чуть-чуть заполняют И это тоже, это тоже очень, кстати, хорошая вещь Так что иметь свой склад или как по-американски Вархаус, это очень классная вещь Также вы можете, как я и сказал, помогать водителям по здоровью Все такое Это тоже очень классная, очень классная вещь Еще хочу добавить, ребята Есть такие работы в логистике Они называются Union Jobs То есть, когда ты работаешь на Union Там, конечно, совсем-совсем другое отношение к водителю Там платят и страховки, и иншуренсы, и пенсию И куча-куча разных бенефитов То есть, как бы, если вы хотите иметь, как бы, работу Которую вам даже будет платить пенсию Это Union Jobs Просто находите Union Jobs Это как, ну, Union Jobs Просто печатаете в Google Union Jobs for Shop Drivers Там тоже в разных штатах есть свои, там, позиции Можете также на них работать Тоже очень-очень хороший момент для многих водителей Дальше, ребята Вы можете также, как бы, есть такой еще момент Локальные работы для дальнобойщиков Или по всей Америке Там, Америка, Канада То есть, как бы, тоже можете подумать, как вам лучше Вы можете быть локальным водителем Или можете быть по всей Америке То есть, смотря какая у вас ситуация Все зависит от ситуации Какая семья Вы все сами знаете, как бы Обратно Многие дальнобойщики потеряли семьи Даже не многие А очень многие дальнобойщики потеряли семьи Из-за того, что они были всегда в дороге Жены не выдерживали Там, короче, гуляли и все такое Так что это тоже Как бы, да Дальше Вы должны еще такую деталь Это, как бы Это, говоря про диспетчеров Но у вас должен быть правильный Не просто Если вы, например, в диспетче У вас должны быть такие программы Ну, конечно, вы потом научитесь Чтобы грузы брать не у всех брокеров Тоже есть брокера, которые хорошие Которые кидают Все такое То есть, как бы Это тоже очень-очень важная вещь Это тоже имейте в виду Дальше Мой персональный Мой персональный Ну, то, что Совет Рекомендации, я бы сказал Гололеды Плохая погода Зима Ребята Если это позволяет вам Старайтесь Скажем так Обходить Те регионы Где очень плохая погода Да, я разговаривал даже вчера С одним моим хорошим знакомым Он говорит Да, я там Я там вырос Там везде морозы Там все засыпает снегом Это для меня вообще ничего Ребята Моя рекомендация Старайтесь Обратно Если вам позволяет Это Обходить Те места Дальше, ребята Что вы еще можете делать Например Если вы фермер Если вы фермер В Соединенных Штатах Америки У вас трактора Как бы Есть такая Есть такой дизель Есть зеленый дизель Это Который Ну Который Все Дальнобойщики Заправляют Зеленый дизель А есть дизель Красный То есть Красный дизель Можно заливать Только в трейлер Или Или Если у вас Ферма На красном дизеле Именно Цвет красный Если вы фермер Вы можете заливать Например В свой транспорт Я имею ввиду То, что вы для фермы Используете Красный дизель Но он Намного дешевле Знаете Например Обычно стоит Скажем Три доллара Не знаю Три, пять Тот может быть Намного дешевле Может там Доллар пятьдесят Скажем так Намного дешевле Но Ребята Ни в коем случае Не заливайте Красный дизель Просто Чтобы экономить Деньги В свой трак Потому что Если вы Зальете И вас остановят Там просто Такие штрафы Что просто Это Просто Не делайте этого То есть Не делайте этого Если вы фермер Если у вас Связано С фермой Да Вы можете Заливать Красный Если Многие Капы Многие Полицейские Они Открывают Крышку Именно Именно Трактора Именно Головы Трака И Смотрят Такой Цвет Если Там Красный Цвет Ребята Это Это Все Это Просто Конец Там Очень Большие Штрафы И Та Экономия Просто Вообще Просто Коту Под хвост Будет Это Оберегайтесь Этого Обратно Если Вы Фермер Вы Это Можете Делать Если У вас Ферма Это Позволяется Для Фермеров Если У вас Есть Какие Знания Поэтому Можете Всегда Писать Комментарии Обратно Ребята Все Адекватные Комментарии Приветствуются Пожалуйста Под видео Буду Очень Рад Если Вы Это Сделаете Все Адекватные Ребята Дальше Что Еще У Нас Есть Что Вы Еще Можете Делать Вы Можете Как Бы В Траковой Индустрии Есть Много Того Что Вы Можете Делать Не Просто Например Холодильник Возить Вы Можете Возить Машины Вы Можете Возить Перевозить Дома Я имею Ввиду Человек Хочет Переселяться Есть Специальные Такие Компании Которые Мовинг Компании Называются Вы Можете Иметь Свою Мовинг Компании Работать Например Просто На Драйвен Это На Сухом То Сухой Бакс Потом Возить Мясо Куча Куча Разных Вещей Конечно Чем У вас Сложнее Работа В основном В основном Как бы Обратно В зависимости От маркета Но Скажем так Если Например Вы Имеете Компанию И вы Там Например Работаете Нефтяником То конечно Вы будете Зарабатывать Больше Чем Скажем У вас Просто Компания Которая Обычная Компания Знаете Там Перевозишь Просто Сухие Вещи То есть Тут Тут Тоже Я думаю Вы понимаете Почему Потому что Когда Нефть Скажем 5-6-7 долларов За галлон Там 100 долларов За баррель Там Не знаю Многие говорят Что может 150 долларов За баррель Быть Само собой Там Доходы Вообще Просто Сумасшедшие То есть Да Там Тоже Очень Хорошие Деньги На Нефтянки Но Обратно Это Не для Всех Там Весь Грязный Весь В масле Просто Тяжелые Ойлфилдс Работа Тяжелая Ну Конечно Там Деньги Большие Однозначно Еще Еще Очень Такая Вещь Которую Я хотел Вам Порекомендовать Это Иметь Камеру В траке Очень Вам Хотел Бы Порекомендовать Желательно Не одну Которая Снимала Дорогу Все Там Было Под Контролем Это Тоже Очень Важно Для Вашей Безопасности И Чтобы Вас Никто Не Обвинил По Ложным Местам Знаете Как бы Сказал О Это Он Ударил Как бы Чтобы Все Было На Камерах Все Было Запечатлено И Это Для Вас Будет Лучше Поехали Дальше Ребята На Чем Вы Еще Можете Зарабатывать Деньги Очень Очень Интересная Вещь Тоже Многие Этого Не Знают Вы Можете Даже Например Просто Купить Землю В Любом Штате И Сделать Обратно Вы Должны Смотреть Можете Ли Это Делать Нельзя Потому Что В Разных Штатах Свои Законы Где Можно Ездить Для Траков Где Нельзя Ездить Для Траков Само Собой Должны Здесь Анализ Сделать И Вы Можете Сделать Например Парковочные Места Для Фур То Например Купили Землю 200 Траков У вас Паркуется Или 300 Траков Каждый Плотит По 100 По 200 По 300 Бакс В месяц Как вы Договоритесь Это Тоже Очень Хороший Доход И Очень Хорошая Вещь Еще Кстати Очень Моя Рекомендация Для вас Как вы Можете Экономить И Зарабатывать Деньги На этом Потому Что Экономия Это Тоже Заработок Используйте Правильное Software Software Я не знаю Даже Как это По-русски Software Короче Используйте Правильный Software Который Был Вам Помогал В Эком Потому Что Сейчас Многие Компании Уже Создали Такие Ресурсы Которые Уже Намного Легче Все Делать Чем Это Было Например 20 Лет Назад Понимаете То есть Ресурсы Созданы Такие Чтобы Вам Было Легче Делать Бизнес Используйте Эти Ресурсы Тоже Это Вам Рекомендация Вы Всегда Можете Поговорить С Человеком Кто В Индустрии Этой Попросите У него Какие-то Советы Какая-то Помощь Может Какие-то Там Скажем Скажем Рекомендации Или Чтобы Он Вам Помог Как-то Направил Что-то Подсказал Да Тоже Можете Таким Например Людям Что-то Заплатить И Все Конечно Ну Конечно Бесплатно Вы И Это Нормально Это Время Это Труд За Каждый Труд Ну Это Человек Достоин Оплаты Это 100% Однозначно И Если Вы Хотите Сэкономить Свои Годы Если Вы Хотите Сэкономить Свои Годы Жизни Время Здоровье Просто Например Какому-то Человеку Заплатите Чтобы Он Вам Помог И Все То есть Это Тоже Моя Такая Рекомендация Для Вас Дальше Ребята Очень Очень Важная Вещь Мосты Потому Что Многие Водители Когда Начинают Ездить Они Сбивают Мосты Короче Там Траки Имейте Такие Навигации Которые Будут Вам Показывать Мосты Не Едьте Многие Говорят Едьте Просто По Карте По Гугл Картам Не Едьте Едьте По Специальным Картам Которые Даются Только Для Дальнобойщиков Которые Показывают Мосты Которые Все Показывают Даже Даже Не Просто Едьте По Этим Навигациям А Сами Смотрите Глазами Все Знаки Потому Что Иногда Навигации Тоже Ошибаются Тоже Очень Очень Важная Вещь Дальше Ребята Поехали Дальше Еще Раз Ребята Я Вам Говорю Столько Информации Что Если Вы Адекватный Человек Благодарный Мне Всегда Пишите Комментарии Какие Там Ваши Короче Ребята Я Готов Работать С Адекватными Людями Однозначно Поехали Дальше Да Окей А Что Вы Еще Можете Делать Это Тоже Кстати Очень Очень Такая Вещь Вы Можете Работать С Аукционами То Есть Аукционы Которые Именно Только Работают С С Траками То С Большими Фурами Есть Аукционы Которые Только На Этих Аукционах Большие Фуры Да Есть Например Там Известный Нам Аукцион Там И Обычные Машины И Фуры То Есть Можете Это Тоже Делать Покупать Делать Фуры Перепродавать Там Можете Разные Вариации С Этим Делать Тоже Очень Крутой Бизнес Поехали Дальше Ребята Само Собой Ребята Я Специально Может Где-то Оставил Это На Конец Видео Хотя Это У меня В самом Центре Стоит Вот Видите В самом Здесь Обведенное То Что Моя Вам Рекомендация Никто Вам Ничего Не Приказывает Моя Рекомендация Десятину И Приношение Отдавайте Господу Просто Моя Рекомендация Из жизни Из моего Опыта Если Хотите Чтобы У вас Был Успех Все Дацит Я Это Сказал Идем Дальше Очень Очень Кстати Еще Такая Вещь Она Тоже Как Должна Быть Скажем На первом Месте Но Ее Можно И На Последнее Оставить И Дай Бог Чтобы Это Никогда Никому Не Надо Было Но Адвокаты По Скажем Так По Если Не Дай Бог Вы Где-то Получили Травмы Или Еще Что-то Такое Обратно Пусть Бог Вас Хранит От Всех Травм От Всего Плохого Но Это Тоже Это Жизнь Никто Ничего Не Знает Имейте И Желательно Иметь Даже Такие Иншуренсы Которые Бы Вас От Этого Защищали И Помогали То есть Есть Иншуренсы Обратно Если У вас Какие-то Вопросы Всегда Можете Меня Контактировать Звонить Писать Инстаграм Фейсбук Твиттер У меня Короче Все Есть Там И Страница И Все Что Угодно Есть Конечно Такие Программы Которые Вас Ваше Тело Вообще От Таких Моментов То есть Не дай бог Получили Какие-то Увечья На работе Или Что-то Такое Да Есть Иншуренсы Которые За это Даже И Хорошо Платят Но Обратно Не дай бог Чтобы С вами Это Случилось Потому Что Ну Как бы Когда Какая-то Беда В теле То Там Деньги Эти Ну Как бы Они Не в радость Будьте Здоровы Живите Богато Живите Счастливо Будьте За все Благодарны Господу Обратно Ребята Я не знаю Наверное Это было Мое Последнее Видео Обратно Не знаю Но Из моих Русских Видео Которые Я делал Тот Ту Как бы То что я Получал Там Эти все Негативные Комментарии Я Как бы Понял То что Ну Как бы Конечно Лучше Делать Видео На английском Языке Но Обратно Ребят Я не знаю Может Это видео Будет Другое Может Люди Будут Как-то Более Позитивнее Более Обратно Ребята Ко мне Все вопросы Только по Бизнесу По Траковой Индустрии По Вот Этим Моментам Если у вас Есть какие-то Другие Вопросы Которые Этого Не касаются Мне Это Вообще Не Интересно Меня Это Не Спрашивают Конечно И Такое Я Я За Это Дело Молюсь Но Скажем Так Обратно Если Какая-то Есть Негативная Если Какая-то Есть Грязь Ребята Лучше Вообще Не Пишите Или Просто Отписывайтесь От Моего Канала Это Будет Лучше Для Для Вас И Для Меня И Всех Вам Благословений Божьих Благословений Чтобы У вас Все Получилось В Жизни Чтобы Все Что Вы Не Делали У Вас Был Успех С Богом Ребята Храни Вас Господь